В Вогле сейчас на Гомичне проводится несколько конкурсов для молодых семей, которые самые знакомые из них уладают села и непосредственно лепшая молодая семья в Гомичской области. Причем, когда первый из них имеет такую практичную накерованность, там необходимо продемонстрировать свои должности и выполнять основные вязковые работы, то этот конкурс чисто творчий. Как трапить на заключенный этап областного конкурса, претендентам необходимо было перемогать в своих регионах, а потом выиграть еще и виртуальное споборненьство, дославший в архкомитет видеоролик к презентации семьи. Дойти до финала сдолили 9 семей. Не то, как иншие были горшими, а ли на этот раз им просто не пошанцевало. Конкурсы несколько этапов проходят. Первый – это районный этап, районные конкурсы, где участвует много семей. Там очень свежая конкуренция. Для примера, даже в Сталогорске в районном этапе участвовало 5 семей. И так практически везде, во всех районах. Очень свежая подготовка. Самая звучайная, середнестатистичная семья, якая проживая у самом звучайном доме, самым звучайным еврорамонтом. Об себе у денег конкурсу рассказывают с гумором. При этом все подкресливают, вельми хочется перемогти. Семья гуменчан Ербаченко – это батька Сергей, женка Дина, двухгодовый Улад и шестьгодовая Кира, якая в будущем может стать ведомой моделью и прославить свою родимую. Кажут, что вельми рыхтовались и репетировали литерально до последнего момента. Тебе тяжело? Нет, мне никогда не тяжело. Она любит у нас выступать, постоянно выступает в каких-то конкурсах, поэтому ей за радость. А с семьей выступать еще вдвойне, какое-то удовольствие. Я обожаю выступать. Кемливость и творческие сдольности, оригинальность выступлений и мастерское оформление сцены. Лепшую молодую семью Гуменской области вызначали одразу по некоторых критериях. Первое место и гоноровое звание сегодня отримала семья Салиман, советского района Гумеля. Правда, некой разгубленности у остальных не назиралась. О речи каждую из этих семью можно назвать лепшей, бояны разом. И, как призналась Людмила Рубисова-Рогачева, якая приехала подрабатывать дачку, зятя и трехгодового внука, выступлением она засталась задоволена. Хоть у знака род и не отримали, але семейную сгуртованность продемонстровали. Дочь у нас занимает такую активную жизненную позицию. Но я хочу сказать, что благодаря ее мужу, его поддержке, потому что ребенок маленький, часто нужно будет смотреть его. И вместе с тем, они вместе, вот как молодая семья, крепкая, что нас очень радует, дружная, чтобы так всегда и были. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» со Светлогорска.